«Я свяжу тебе жизнь» – акция, которая стартовала в округе год назад. Инициаторы – люберчанки. Женщины объединились, чтобы вязать вещи для недоношенных детей. С началом специальной военной операции ассортимент изделий изменился, стал шире и был переориентирован для нужд военных. Накануне зимы в приоритете теплые вещи для солдат российской армии, воюющих на Донбассе. О вкладе люберчанок в победу в материале моих коллег. Творческая мастерская или клуб любительниц вязания. Официального названия у компании «Вязальщиц» нет. Объединяет желание помогать. Сначала детям, а сейчас солдатам армии России и ребятам, призванным в ходе частичной мобилизации. Как-то наших ребят хочется поддержать. Мы не знаем уже, как это сделать, но хотя бы вот такое… Кстати, наши носочки мы решили, что мы будем материнскую молитву вкладывать, чтобы когда они пришли на фронт, на передовую, человек бы это достал и, может быть, улыбнулся, может быть, просто бы тепло родного дома до него дошло. Штаб «Вязальщиц» находится на фабрике «Пихорский текстиль». Утро, а активистки клуба уже на местах. Всего их 15 человек, и число постоянно растет. На столе гора готовых изделий. У каждой из женщин свой конек. Я люблю вязать манишки. У меня самый главный потребитель – муж манишек. Каждый год нужна новая манишка и дети. То есть без манишки нам зимой никуда, потому что шарфы постоянно разматываются. И я думаю, что на Донбассе манишка тоже будет очень полезная. Вязанию женщины посвящают все свободное время. Количество изделий так велико, что сбились со счета. В качестве модели выступают дети, взрослые члены семьи, а при случае и новые знакомые. Вот я предлагаю, что отворот сделать повыше, еще повыше, чтобы закрывал этот, как его, только глаза остаются, глаза и шапка. Акция объединяет, говорят женщины. Поэтому в проекте участвуют не только люберчанки. Галина Лобаева из Москвы. Вяжет с 7 лет. Научила мама. Сначала работала с бисером, сейчас с пряжей. Я вяжу носки. Девчонки молодцы, они очень много вяжут. Я вяжу носки. Носки у меня связаны по моему рецепту, как говорят кулинары. Такую шапочку мне связать запросто. Носки, манишки, шапки. Изделия ходовые и привычные. Сейчас женщины думают над расширением ассортимента. В планах начать вязать жилеты и балаклавы. Но это уже вещи индивидуальные. Имеют много разновидностей. И надо подготовиться. За день я могу шапку связать. То есть даже не день, а пару часов, два-три часа в день. Если сесть и сразу вязать, то можно шапку связать. Носки, ну, двое суток. Вот один носок одни сутки, второй носок вторые сутки. С начала специальной военной операции женщины отправили на фронт более тысячи пар носков. С пряжей помогает фабрика «Пехорский текстиль», которая по мере необходимости выделяет по 10 килограммов. Покупают на свои деньги и деньги жертвователей. Но вяжут так быстро, что пряжи бывает и не хватает. Поэтому вязальщицы рады любой помощи. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.